За минувшие годы и даже столетия главным событием Дня Благодарения для основной части населения Соединенных Штатов был семейный обед за праздничным столом, украшением которого являлось традиционное блюдо – запеченная индейка. Однако в этом году многие американцы займутся завтра совершенно другим делом, а именно поиском выгодных покупок в магазинах, объявляющих большие скидки в ближайшую пятницу. Однако многие торговые фирмы, пытаясь опередить конкурентов, начинают распродажу уже накануне вечером, в день праздника. Естественно, никто не против сэкономить хорошие деньги на дорогой покупке, но многие жители США начинают возмущаться тем, что компании розничной торговли пытаются отнять у них праздник, который миллионы иммигрантов ценят даже выше других и считают своим. Ну а продолжение темы материали Вадима Оленичева. Времена меняются, так любили говорить в древности. Вот и торговые корпорации США пытаются поменять исторические традиции. Сезон праздничных распродаж в Америке испокон веков начинался в пятницу. Идущую вслед за Днем Благодарения. Потому ее и прозвали Черной, по традиции бухгалтеров отмечать прибыль в ведомостях черными чернилами. Однако в последний год-два все больше торговых фирм начинают распродажи уже накануне вечером. Такие крупные сети, как Walmart, Target, Best Buy, Toys R Us, распахивают двери своих универмагов в 9, а то и в 8 часов вечера в четверг. При этом скидки обещают солидные, в отдельных случаях 50-60%. Конечно, если верить рекламным объявлениям компании. Немного странно видеть рождественские украшения в магазине до Дня Благодарения. Но против хороших скидок я, конечно, не возражаю. На такие радикальные по старым понятиям бизнес-методы торговые фирмы идут не от хорошей жизни. Интернет представляет собой на американском рынке мощную растущую силу, которой тяжело противостоять. Возникло даже новое понятие – шоуруминг. Когда потенциальные покупатели приходят в торговый зал, шоурум, традиционного магазина, только чтобы пощупать товар, что называется живьем, а затем приобрести его по более низкой цене в интернете. Шоуруминг – это не фантазия, это реальное явление, которое повсеместно расширяется и убивает бизнес традиционных магазинов. Действительно, большим универмагам и мелким частным лавкам приходится иметь дело с доставкой товара, его хранением, презентацией на прилавках, и всю эту работу выполняют дополнительные сотрудники, которым надо платить. У интернет-фирм все эти хлопоты отсутствуют, что дает им главный козырь – возможность понизить цену на товар. Немногие оставшиеся преимущества магазинов перед интернетом – это крупногабаритные покупки, которые дорого пересылать по почте, и все, что связано с гарантийным ремонтом и обслуживанием. Так что пока у входа в магазины по всей стране уже со вторника выстраиваются очереди. Охотники за скидками приходят даже с палатками, чтобы не ночевать на тротуарах, и верят, что им улыбнется удача. Однако эксперты индустрии неумолимы. Будущее торговли все равно за интернетом. Вадим Алиничев, телекомпания «РТВА».